Вы Левак? Джанина. Джанина, хорошо. Меня зовут Киоин Сайми. Приятно познакомиться. Одна из вещей, которую я постоянно слышу, это понятие справедливости. Справедливости и справедливости. Почему это так важно для вас? Неприятно это признавать, но это так. Я наполовину мужчина, я просто красивая девушка. И я не думаю, что я должна соглашаться на меньшее в жизни, потому что я родилась с другим оборудованием. Я считаю, что это чушь. Если вы наполовину мужчина, вы должны понимать всю эту концепцию. Мужчины не заботятся о справедливости. Я тоже не должен заботиться о справедливости. Нет, мужчины не заботятся о справедливости, иначе они бы не завоевывали других людей. Пошла тишина. Вы европейского происхождения. Похоже, что вы родом с Кавказских гор. Вы европейского происхождения. Я прав? Да, я очень белая. И это прекрасно. И некоторые из них, я имею в виду между многими воинственными племенами, Германией, Франками, если бы мы заботились о справедливости, мы бы просто позволили всем оставаться на своей земле. Викинги не занимались бы грабежами и разбоем. Англия осталась бы на своем острове, Шотландия была бы в порядке, Ирландия была бы в порядке. Гонконг не был бы британским протекторатом в течение скольких лет? Последних 30 или 40? Мужчины не заботятся о справедливости. Мы завоевываем. Есть победители и проигравшие. Верно? Ты же наполовину мужчина. Я не знала, что только мужчины участвуют в завоеваниях. Назовите мне имена великих женщин-воинов, которые доминировали на планете. Я имею в виду, что здесь я получаю новое образование, которое заключается в том, что только мужчины завоевывают. Нет. Вы же меня про это спрашивали. Нет, дорогая, я не собираюсь переключаться на другую тему. Я спрашиваю вас о справедливости. Почему справедливость так важна? Вы сказали это, потому что вы наполовину мужчина. Потому что если вы ожидаете чего-то от меня, я должна иметь право ожидать того же от вас. А если вы не можете мне это предложить, значит вы не заслуживаете меня. Это не имеет ничего общего со справедливостью. Разве все имеет отношение к справедливости? Справедливость не означает, что вы получите результат. Хм, боже! Вы пройдете собеседование, но вам не гарантирована работа. Нет, не гарантирована, но я очень много работаю, чтобы сохранить ее. Ну, это зависит от случая. Но если это так? Если это так, то вы должны быть в состоянии обеспечить то, что вы хотите. Так что у вас не должно быть проблем. Очевидно, что нет. Не тогда, когда мужчины верят в то, что не нужно быть справедливыми. Эти две вещи могут существовать в одном и том же месте. Мы даже не были частью человеческой истории. Это были только мужчины. Нет, 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 нет! Вы только что сказали, что вы очень много работаете. Поэтому вы должны получать результаты. Упорный труд не гарантирует вам первое место. Ребята, кто проиграл Суперкубок? Вождей Казах Сити! Можете ли вы сказать, что они усердно работали в этом году? Очень усердно. Второй номер. Мы не беспокоимся о справедливости, мы беспокоимся о победе. И победителю достаются все трофеи. Сколько раз ты попадала в клуб VIP бесплатно, когда некоторым уродливым цыпочкам приходилось платить полную цену? Это моя вина? Нет, я спрашиваю, сколько раз это у вас происходило? В Майами у меня было много раз. Именно? Но это не честно, не так ли? Пожалуйста, не забывайте, что я не отсюда. Дело не в этом, мэм. Это несправедливо, не так ли? Меня также не волнуют такие вещи. Но вы заботитесь о справедливости только тогда, когда это не выгодно вам. Я просто не так часто хожу в клубы. Но дело не в этом. Я спрашиваю вас, сколько раз вы ходили в клуб, куда вы попадали бесплатно, но некрасивые девочки должны были платить? И вы знаете, что такое случалось. Вы не сказали, извините, сэр, несмотря на то, что я привлекательный, я требую, чтобы вы брали с меня полную цену. Это справедливо, верно? Хорошо. Значит, раз я попадаю в места... Это справедливо, по-вашему? Нет, минутку. Прежде чем мы продолжим, я отвечу на ваш вопрос, если вы ответите на мой. Жизнь несправедливая штука. Но если это так, то вы тоже приняли сексуальный рынок. Но это не значит, что я должна принимать всякую хрень от других. Видите ли, дело в том, мэм, что вы, как и многие феминистки и многие женщины, доказали, что вы согласны с двойными стандартами, которые выгодны вам. Но то, что вам не нравится, вы просто бросаете на ветер. Вы используете язык жестов, стыд, чувство вины и необходимость быть правой, чтобы отмахнуться от парней, которые обычно пугаются этого. Я нет, я просто оспариваю ваши позиции. Я не против того, что это нечестно, когда это выгодно вам. Вы упрощаете очень сложную ситуацию. Нет, она не очень сложная. Не существует такого понятия, как лояльность. Концепция лояльного, высокоэффективного, конкурентоспособного альфа – это женское понятие. Приходится продолжать соревноваться с другими красивыми девушками, потому что мужчины слишком просты, чтобы держаться заодно. Ну, а как насчет этого? Тот тип мужчин, о котором вы говорите, достаточно прост, чтобы создать свет, при котором вы живете. Кондиционер, все те вещи, на которых вы держитесь. Простые люди построили мир, которым вы пользуетесь. Я построила свой собственный мир. Нет, мэм, вы пользуетесь миром, который построили мы. Назовите пять великих женщин-изобретателей. Вот вам первое имя, мадам Керри. Я не могу поверить. Так вы говорите мне, что мужчины… Нет, мэм, я просто задал вам вопрос. Вы отвечаете на вопросы вопросами. Мы говорим о создании, а именно о пяти великих женщинах, изобретателях или строителях. Пять изобретателей или строителей – это действительно замечательный вопрос. Это действительно так. Да, я не помню имя этой дамы, но она знает кучу вещей про Майами. Давай, давай, девочки, сделай это, она боится. Иди, сделай это. Ты хочешь попасть туда, малышка, у тебя получится. Майами был основан женщиной. Умница! Майами основан женщиной. Но эта страна была впервые высажена кем? Мужчины или женщины? Мужчины. Именно. Дело в том, что я делал шоу о выживании. И вы можете вернуться на остров. И вы можете быть феминистской только в стране первого мира. Существует иерархия потребностей, вы правы. Вы нам не нужны. Колледж. Вы нам не нужны. Мы нужны вам. Отлично, вы мне тоже не нужны. Нет, мы нужны вам для выживания. Я пытаюсь, чтобы вы поняли меня, мэм. Что вы имеете право на свое мнение. Очевидно, что у меня нет права ни на что. Вы имеете право верить в то, во что хотите. Но дело в том, что вы не имеете права на результат. Вам позволено иметь свое мнение. Так же, как и мужчина позволено иметь свое. И вы не обязаны соревноваться или иметь дело с ситуацией, которую вы считаете несправедливой. Но вы не можете жаловаться на правила, которые уже установлены. Вам нравятся правила, по которым вы можете попасть в клуб бесплатно. Но вам не нравятся правила, которые выгодны мужчинам. Я ставлю в очереди, потому что мне 30 с хреном лет. и я уже немного сыта по горло этими мужчинами, которые как бы нападают на меня. Я больше не хожу в клубы, поэтому, пожалуйста, прекратите нести чушь про двойные стандарты. Я работаю в мужском мире, и мне пришлось работать в этом мире в пять раз усерднее, чем мужчина, чтобы добиться своего. Погодите, раз вы хотите сказать, что вам 31 год, и вам пришлось работать в мужском мире, значит, это привилегия. Вот в чем дело, мэм. Вы говорите, что проблемы с мужчинами. Единственное, кто резко жалуется на двойные стандарты, это вы. У вас тоже есть привилегии. Вот в чем дело, мэм. Вы компетентная женщина, не так ли? Хорошо, значит, я должна бросить свою работу. Вы должны построить Амазонию. И сделать ее женской утопией, которая приносит пользу женщинам. Я, наверное, и так и сделаю после этого. Ну так дерзайте. И тогда тебе придется действительно что-то построить. И вы должны будете проложить свои мускулы к тому, что у вас во рту. Я снова не понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что вы обратились ко мне с той же фразой. Мне приходится терпеть 31 год и иметь дело с мужским дерьмом. Вы живете в стране первого мира. Вы в Майами, одном из самых шикарных мест на планете. Жалуйтесь на двойные стандарты, в которых участвуете. Я поправлю тебя. Я не хожу в клубы. Я просто привожу пример. Вы ходили в клубы. Я не говорю, что вы продолжаете туда ходить. Дело не в этом, не так ли? Это еще один способ, которым вы пытаетесь поправить меня, потому что я тупица. Я понял суть. Нет, я имею в виду, что вы очень грубый и агрессивный. Нет, я очень прямолинейный. Когда это вы делали с мужчинами, вы без проблем показывали свой член. Я просто признаю твои яйца. А почему? Я отвечаю тебе тем же и отражаю твои отношения к людям. Дело в том, что для тебя нормально говорить это людям. Ладно. Я просто спариваю то, что ты думаешь. Это было мое мнение, когда я пришла сюда. И я так, кто представил эти мнения. Я слушал, как вы два вечера подряд говорили эти вещи. Сейчас я с вами говорю один на один. И вы не сдаетесь. Я просто спариваю то, что вы говорите. Пусть кучка слабых мужчин говорит мне, что я непривлекательна, что я не такая, не такая. Потому что я не собираюсь отступать или слушать кого-то. Хорошо. Вы говорите, что мужчина в комнате с вами – это кучка слабаков? Если ты думаешь, что я должна была принимать уроки... Нет, мэм. Я не думаю, что вы должны делать то, чего не хотите. Вы свободный человек. Но вы говорите, что мужчина в комнате с вами – кучка слабаков. Кто эти кучка слабаков? Про кого вы говорили? Я только что сказала. я не расслышал потому что вы говорили со мной вместе могли бы вы повторить кучка слабых мужчин делает что да когда кто-то сидит здесь и говорит мне что я должна принять несправедливую ситуацию что если бы мы применили это к чему-то еще в жизни кроме мужчин и женщин то все в этой комнате не приняли бы это но я скажу вам что это чушь и это несправедливо хорошо я понял могу ли вам ответить нашей культуре и обществе сегодня миллион проблем в которых люди борются за справедливость но все же я сижу здесь и говорю эй мне тоже позволено ожидать этого и на меня будут нападать хорошо я понял могу ли ответить вам позвольте мне сказать вам кое-что во-первых мужчина не волнуется о справедливости сексуальный рынок не является справедливым все справедливо в любви и на войне это нечестно есть парни которому не дадите шансы которые будут очень стараться но они будут не вашего поля зрения мэм я позволил вам говорить вы этого не знаете нет я знаю что вы не даете шанс каждому человеку вот что я знаю вы этого не можете знать ладно вы хотите сказать что вы единственная женщина планете которая дашь вам каждому мужчине который захочет вас нет не дам хорошо тогда я могу предположить что я был прав продолжим давайте не будем теряться в этом вы говорите о несправедливости где в мире есть справедливость такой как она должна быть справедливо ли для вас это в америке нет нам я спрашиваю вас где в мире это справедливо я не жалуюсь я справляю с несправедливостью преодолеваю потому что я мужчина и могу с не справиться и я спрашиваю вас где это идеальное место где существует идеальная модель его нет именно три женщины здесь сидят и никогда больше не хотят идти на свидание ну как то еще того чтобы не хотеть идти на свидание что произошло в этом мире как ничто другое так это то что человечество научилась ладить друг с другом с момента записи истории но примерно 60-е годы когда национальная организация женщин была на нашей стороне когда появились эти вещи феминизм феминизм второй волны кстати я феминист я верю феминизм феминизм это выбор феминизм его истинной форме это выбор да но у нас не было выбора у тебя нет выбора посмотри вот это пример стало слишком жарко и она ушла чувак она разозлилась понимаешь о чем я дело выборе если женщина хочет быть домохозяйкой она может ею быть если она хочет быть бизнесменом то пожалуйста а